Кейс это очень наглядно, поэтому мы берем пример, знаете, когда берешь англоязычную литературу, я с удивлением для себя заметил, что они практически не ссылаются на законы. Медиаторы Англии и США приводят описание кейса общечеловеческим языком, ссылок на законы практически нет. Для чего это делается, как вы думаете? Ну, чтобы было легче воспринимать. Да, и на самом деле неизвестно же, из какой страны медиатор будет читать. Возможно из Индии, возможно из Китая, правильно? Поскольку они заинтересованы в экспорте образовательных технологий, образовательных услуг, они стараются сформулировать эти условия общечеловеческим языком, в первую очередь. Поэтому давайте мы попробуем избавляться от сугубо российских диалектов, медиации. Возьмем простейший пример. Если ваш топик или пост на форуме будет читать «Гражданин Республики Казахстан», то он не поймет, в сути спора. У них другой жилищный кодекс действует, немножко другое законодательство. Ссылки на статьи будут совершенно другие. Правильно? Но, наверное, какие-то общие принципы, они все равно останутся едиными. Потому что соседский спор. У нас, вы можете посмотреть результат вебинара, медиация в соседских спорах Республики Казахстан. Мы брали кейсы, хотя из российской практики, но когда я спрашивал обучающихся, у вас было что-то подобное? Они говорят, о, полно, сколько угодно. Мы можем привести аналогичные случаи. Значит, угадали, хорошо. Ну, вот такое пожелание. Хотя, на основе той информации, которую вы расположили в этом форуме, условно можно считать этот объем текста эссе о медиации. У нас законодатель никак не регламентировал подготовку эссе о медиации. Мы рекомендуем своим выпускникам подготавливать кейсы, которые останутся для следующего поколения выпускников. Это очень замечательно, если вы подготовите такую работу, которая будет многократно тиражироваться и использоваться в процессе занятий. Есть очень интересные работы наших выпускников. У меня даже задумка есть и с применением видео. Если я сделаю небольшой ролик по нашему городу касаемо медиации, у меня есть такие задумки. Я не знаю, насколько смогу я выложить все это у вас на сайте и получится ли у меня. Ну, вы выкладывали в YouTube ролики или в социальных сетях, я точно не помню. А для того, чтобы разместить ссылку на видео, у нас для этого есть богатые возможности. Есть курс, который называется «Вводный курс в процессе электронного обучения». Может быть, вы видели? Модуль. Там рассказывается, как вставить ссылку. В новых версиях образовательной платформы Moodle, которую мы используем, этот момент стал еще проще. Можно для этого даже не быть программистом. Совсем. Вы, когда используете редактор для размещения поста на форуме, выберите раздел, связанный с кинопленочкой – видео. В этом видео вам будут предлагаться ролики из различных репозиториев. Один из таких репозиториев – YouTube. Когда вы выберете YouTube, набираете точное номинование клипа. Например, вы его заранее скопировали с помощью мышки. Он у вас в памяти. Самое главное – это присвоить уникальное номинование вашему клипу, видеоклипу. Правильно? Если вы такое номинование присвоили, то, во-первых, вы выгодно отличаетесь от всех прочих участников на рынке. У вас есть уникальные номинования.